Сегодня домашняя птица содержится в частных подворьях традиционно. Деревня Кривцова, 2 часа дня. Большинство домов закрыто, хозяева куда-то ушли, а петухи с курами свободно гуляют по участкам. Для населенных пунктов, расположенных вблизи водоемов, мест скопления и кормежки диких птиц, ветслужба предписывает запретить выгул домашней птицы и содержать ее в закрытых помещениях. Солнечногорские охотники утверждают, что контакт домашних и диких птиц и так исключен. Это, мол, равносильно общению волка с собакой. Перелетные птицы сбиваются в стаи на больших водоемах. В Солнечногорском районе таковых почти нет, в ряду исключений озеро Сенеж. Но оно находится в городской черте, где ни разу не отмечалось массовых остановок перелетных птиц. В качестве одного из способов профилактики птичьего гриппа областные власти обязывают охотохозяйство отстреливать диких птиц. Делать это нужно на территории птицефабрик и в радиусе одного километра от них. Охотники относятся к этому скептически. Стрелять все, это, знаете, как... Самое простейшее, конечно, это взять и перебить всю птицу, которая есть в районе, на частных подворьях. Потом, я не знаю, может, у меня никакие-то сведения нет, но вот везде твердят и показывают, в общем-то, то, что гибнет птица в частных подворьях. Нигде не показана массовая гибель диких птиц. Все грешат, что это переносчик. Кроме этого, говорит Сергей Новиков, распоряжение на отстрел дикой птицы нужно подкрепить разрешением ОВД на применение оружия. Такового охотники пока не имеют. В приказном порядке, значит, мы это не можем сделать, так как территория птицефабрик является территорией предприятий, а по технике безопасности. Мы не имеем права находиться там с оружием. Со стороны птицеводческих птицефабрик к нам обращений не было. Примечательно, что работники птицефабрик сами не торопятся защититься от страшного вируса. И это несмотря на то, что они входят в группу риска. Об этом говорили на совещании с главами сельских округов специалисты Роспотребнадзора. У нас всего одно крупное объединение птицеводческое – это Братцевская птицефабрика, которая включает два отделения. К сожалению, из 81 сотрудника на сегодняшний день у нас не вакцинировано против вируса гриппа ни одного человека. Сегодня перед главами сельских округов стоят большие задачи. Им нужно провести разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации от человеческого гриппа. До 27 октября сельским администрациям необходимо предоставить в районную ветслужбу информацию о наличии домашней птицы у частных владельцев, сосчитать ее количество на подворьях вплоть до указаний видов. Кроме этого, сельские власти обязаны довести до хозяев птицы информацию о правилах ее содержания в данный период. От населения также требуется незамедлительно информировать ветеринарную службу о случаях заболевания или падежа птицы с клиническими признаками гриппа. Солнечногорским охотникам предстоит в ближайшее время отправить в Москву на исследование пять видов отстреленных в районе диких птиц. Там будут делать заключение о наличии или отсутствии у них вирусных заболеваний.